Бесконечная война. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру за 23 июня 2020 года. 22 июня 1941 года началась самая страшная война в истории нашей страны. Мы в ней победили. Но это не значит, что война против России закончилась. На самом деле, Великая Отечественная – лишь эпизод многовековой борьбы Запада с Россией. Реализации мечты Объединенного Запада о мировом господстве всегда мешали две вещи – раздробленность самого Запада и наличие России. Начиная с конца XVIII – начала XIX века, Запад вполне осознал свое военно-техническое преимущество не только над африканскими племенами, но и над регулярными и мощными государствами Азии. После начала покорения Индии коллективный Запад манили богатство Китая, Сиама, Персии. Мешавший торговли турецкий барьер был прорван уже к концу XVII века, так что речь не шла о доступе на рынки. Имелось в виду именно военно-политическое покорение Азии с ее последующим ограблением, как до этого ограбили Америку. Внутренние районы Африки оставались недоступны для европейцев вплоть до второй половины XIX века. Для того, чтобы противостоять болезням, опасным насекомым и диким племенам, необходимо было посылать крупные военные экспедиции. Но необходимые массы войск невозможно было прокормить на таком удалении от основных баз и при нищете местных племен. Поэтому европейцы до конца XIX века ограничивались в Африке колонизацией узкой прибрежной полосы. Для ведения с местными вождями успешного бизнеса по торговле рабами хватало фортов с небольшими гарнизонами, снабжаемых по морю и имеющих возможность в кризисном случае рассчитывать не только на свои силы, но и на пушки европейских эскадр. Наиболее лакомым и, как казалось, наиболее доступным куском была Азия. Напомню, что Колумб тоже плыл в Индию и Китай, а Америку открыл случайно по пути. Но с Азией возникли те же проблемы, что и с Африкой, хоть и в несколько ином формате. В Африке успешному продвижению европейцев мешало отсутствие крупных регулярных государств и бедность местных племен, неспособных содержать крупные европейские вооруженные силы. Завоеванию Азии мешали многочисленность ее населения, давнее знакомство местных армий с огнестрельным оружием, хоть и достаточно допотопным, но включающим пушки, и способность местных государств выставлять армию за армией численностью в десятки и сотни тысяч человек. Успешное, в кавычках, покорение Индии, в котором участвовали три европейские державы, прежде чем Британия вытеснила конкурентов, продолжалось два века. При этом европейцам просто повезло. Они начали завоевание Индостана в тот момент, когда империя великих моголов раздробилась на массу враждующих между собой микрогосударств, которые с удовольствием воевали друг против друга на стороне европейских армий. Но в остальных местах государства были цельными, а армии – мощными. Европе просто не хватало ресурсов, доставку которых можно было обеспечить морским путем для успешного завоевания и устойчивой оккупации этих государств. Необходимо было пробить в Азию сухопутную дорогу, по которой войска и грузы могли бы двигаться без ограничений. Но сухопутная дорога в Азию лежала через Россию. С этого-то момента, с начала XIX века, Запад ведет с Россией перманентную войну. Западу мешает его всегдашняя раздробленность, его внутренние междоусобицы, но как только он объединяется, он начинает наступление на Россию. Первым был поход Наполеона. Спросите, почему не польская оккупация Москвы в эпоху Великой Смоты? Потому что Польша боролась всего лишь за гегемонию в Восточной Европе. Она и сейчас за нее борется с упорством, достойным лучшего применения. Конфликт с Польшей при всей своей серьезности был лишь выяснением отношений на региональном уровне, осложненным династическим соперничеством. С Наполеоном же в Россию двинулась вся армия, кроме недосягаемой для Франции на своих островах Великобритании и предусмотрительно разгромленной Россией накануне войны 1812 года Швеции. Наполеон не ставил целью полное уничтожение России. Ему лишь было надо нанести ей сокрушительное военное поражение, чтобы заставить присоединиться к антианглийскому союзу. Россия должна была вернуться к скрупулезному соблюдению континентальной блокады, а российская армия, дополненная французским контингентом и войсками союзников Наполеона, должна была совершить тот самый индийский поход, который за 12 лет до этого остановила смерть Павла I, убитого в результате британской интриги. Затем была Крымская война, в которой объединенная Европа воевала не за интересы Турции и не за руины Севастополя, которые ей только и достались в результате героизма русских солдат. Европа четко ставила задачу слома российского барьера на пути в Азию. Кстати, в Крымской войне Европа впервые полностью объединилась. Великобритания, Франция и Сардиния, из которой выросла нынешняя Италия, непосредственно участвовали в интервенции, Австрия и Пруссия грозила войной и, сосредоточив свои войска на границах, оттягивали на защиту рубежей две трети русской армии. Затем Берлинский конгресс при участии объединенной Европы постарался максимально нивелировать результаты победоносной русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Первая мировая война лишь внешне выбивается из этого ряда. Союзники Великобритании и Франции, а затем и примкнувшие к ним США, ставили своей целью не только загнать в стойло обнаглевшую Германию, требовавшую своей доли в колониях, но и рассчитывали, что Россия надорвется в борьбе. И не только надеялись, но и делали все для того, чтобы империя рухнула накануне победы. Поход Гитлера не случайно часто сравнивают с походом Наполеона. Если у императора французов половина армии вторжения состояла из союзных контингентов, то и у рейхсканцлера и фюрера Германии дело обстояло примерно таким же образом. Около двух миллионов человек из числа граждан других европейских государств в течение войны пополнили вермахт и войска СС. Примерно такое же количество выставили в поле в составе своих армий союзники Германии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Финляндии и Италии. Подчеркиваю, что отечественные коллаборационисты, воевавшие за рейх в составе армии генерала Власова, 15-го казачьего кавалерийского корпуса СС фон Панвица, русского корпуса бывшего белого генерала Штейфона, корпуса Краснова, бригады Каминского, шуцмандшафт батальонов формирований УПА дается сносочка. Минутку. Деятельность организации с таким названием запрещена в Российской Федерации. И при Балтийских националистов, а также в Кавказских и Азиатских легионах в этот расчет не входят. Речь идет о 3,5-4 миллионах граждан европейских государств, принявших участие в походе Гитлера на СССР. Это не считая добросовестной работы на рейх всей европейской промышленности. Чем не поход объединенной Европы? И если не считать намерения ликвидировать российскую государственность, оккупировать территорию до Урала включительно, и физически уничтожить от половины до двух третий населения, цели перед собой фюрер ставил те же, что и Бонапарт, прорвавшись через Кавказ и Иран ударить по британцам в Индии, подав там руку японцев. Раздел сфер интересов с Японией должен был пройти по Уральскому хребту, реке Урал, Каспийскому морю и дальше по Ирано-индийской границе. Ведомая Гитлером объединенная Европа должна была, сломав российский барьер, непосредственно сомкнуться с Азией. Надо полагать, что противоречия по поводу права на первоочередной грабеж азиатских богатств быстро бы столкнули Германию и Японию в смертельной схватке, но, к счастью, с обоими хищниками удалось покончить раньше, чем они успели реализовать свои далеко идущие планы. И что же произошло дальше? Как только стало ясно, что Германия повержена, а Япония недолго осталась сопротивляться, высшие союзники немедленно начали против СССР холодную войну. Только потому холодную, что боялись проиграть горячую. СССР пал, осталась Россия, но и против нее война не прекратилась, превратившись из холодной в гибридную. Задача та же – сломать российский барьер и получить прямой доступ к богатствам Азии. После Великой Отечественной войны Объединенная Европа превратилась в Объединенный Запад, часть которого – Австралия, Япония, Южная Корея – по странному стечению обстоятельств находится на Крайнем Востоке. Больше ничего не изменилось. Сейчас Объединенный Запад находится в упадке. Некоторые его составные части начинают искать сближения с Россией. Так бывало и раньше. Но как только кризис заканчивался, Запад сразу же вспоминал о своем «единстве» и о постоянном враге. Когда-то Россия на 300 лет закрыла собой Запад от монгольского вторжения. Теперь уже более 200 лет Россия закрывает собой Азию от агрессивной Европы. Все эти армии вторжения, растворявшиеся на русских равнинах, шли не на Москву. Это была лишь их ближайшая цель. Они шли к последнему морю, к Восточному океану. И они придут опять. Стоит лишь Западу чуть-чуть оправиться от кризиса. В холодном или горячем, гибридном или информационном виде. Но обязательно постараются прийти. Без слома российского барьера невозможна глобальная империя Запада. А без стремления глобальной империи невозможен сам Запад. Поэтому, когда мы называем 22 июня Днем памяти и скорби, мы должны отдавать себе отчет в том, что это не только память о павших, но и память об опасности, которая испокон веков исходит от Запада. Любые договоры, любые клятвы и обещания Запад будет соблюдать, лишь пока чувствует свою слабость, а затем возьмется за старое. А очередного Гитлера Запад найдет всегда. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Бесконечная война.